Es gibt hier nur eine schöne Stadt. Es gibt hier viele schöne Städte. Все существительные, которые заканчиваются на ER, во множественном числе не меняют свою форму. Практически все длинные существительные среднего рода всегда будут добавлять E. Друзья, всем привет! Вы давно просили меня разобрать тему множественного числа в немецком языке. И сегодня мы сделаем это максимально подробно и понятно, как всегда, впрочем. Поэтому сразу ставим лайк и начинаем учиться. Подступаясь к данной теме, стоит сказать, что множественное число в немецком языке – это действительно сложно. То есть, если, например, в английском у нас всегда просто добавляется S – Boy – Boys, Girl – Girls, то в немецком все скорее как в русском языке. Возьмем, например, слово стол и стул. Стол у нас во множественном будет столы, а стул – стулья. Для иностранца это понять довольно тяжело. Так и для нас при изучении немецкого языка освоить немецкое множественное число будет довольно сложным моментом. В целом, кстати, немецкий язык сложнее английского именно потому, что изучая слова немецкие, мы должны не просто само слово выучить, а правильный артикль к нему. И об этом есть отдельное видео, как легче и быстрее запоминать артикли. И множественное число. Давайте разберем несколько примеров. Готовясь к данному видео, я просто навскидку накидал какие-то обычные существительные и написал к ним множественное число. Сразу скажу, что определенные закономерности в том, как образуется множественное число в немецком языке, опять же, кое-какие лайфхаки и хитрости будут сегодня, но немножко позже. Просто смотрим и повторяем за мной. Полтон Der Мантел Во множественном Die Мäntel Les Der Wald Die Wälder Stol Der Tisch Die Tische Park Der Park Die Parks Книга Das Buch Die Bücher Problema Das Problem Die Probleme Девушка Девочка Das Mädchen Die Mädchen Машина Das Auto Die Autos Час Или урок Die Stunde Die Stunden Возможность Die Möglichkeit Die Möglichkeiten Город Die Stadt Die Städte Как видите Очень много разных вариантов И у нас получается такой своеобразный хаос, который новичка может свести с ума Я же всегда говорю ученикам, что вначале нам нужно учить слова во множественном числе только те, которые реально часто используются во множественном, чтобы и без того сложную задачу изучение слов не усложнять еще в два раза Берем на вскидку вот этот список И допустим одно пальто, а два пальто, но не так часто слово пальто используется во множественном числе, поэтому здесь вы не обязаны это учить во всяком случае на уровне А1, А2 Но, например, слово книжка, книги, действительно часто используется во множественном, например, я читаю книги Я люблю читать книги Ich leise bücher gerne И здесь мы должны выучить сразу множественное число Но учим мы особым образом Просто учить вот das Buch die Bücher Это слишком неправильно, потому что мы должны дать нашему мозгу подсказки, как это выглядит на практике Выбираем те слова, которые действительно часто используются во множественном числе И не просто учим отдельно das Buch die Bücher А учим это в контексте со словами-подсказками Что я имею в виду? Например, нам надо выучить, что стол, Tisch, во множественном будет die Tische И мы берем вот такую заготовку и подставляем здесь в единственном числе и во множественном Es gibt hier nur einen Tisch Es gibt hier viele Tische Здесь есть только один стол Здесь есть много столов То есть мы словом viele уже помогаем нашему мозгу намного быстрее запомнить форму viele Tische Потому что после viele много не может идти никак слово в единственном числе Соответственно, в единственном числе мы подставляем неопределенный артикль Ein, который по сути и подразумевает, что именно один стол Что касается окончания En, если еще не видели, посмотрите урок по падежам Это акузатив мужской урод, здесь все просто Парк Мы хотим выучить, что в парке будет Parks Опять же, не просто der Park, die Parks А es gibt hier nur einen Park Здесь есть только один парк Здесь есть много парков Сейчас поставьте на паузу и, в принципе, если хотите, сразу повторяйте за мной Это будет очень полезно Другая заготовка, то есть модель предложения, в которой мы можем поставлять единственное число и множественное Ich habe nur ein Buch Ich habe viele Bücher У меня только одна книга У меня много книг Ich habe ein Problem Ich habe viele Probleme У меня одна проблема У меня много проблем Вот эти две основные заготовки мы можем использовать всегда Если же становится скучно, мы начинаем немного играть с языком Немножко менять эти предложения Например, ich habe меняем на mein Bruder hat А дальше все то же самое Mein Bruder hat nur ein Auto Meine Schwester hat vier Autos У моего брата только одна машина А у моей сестры четыре машины Опять же, слово viele мы можем заменить на любое числительное zwei, drei, vier Потому что после zwei, drei, vier В любом случае будет идти множественное число существительного И таким образом мы очень помогаем нашему мозгу Ich brauche eine Stunde Ich brauche vier Stunden Мне нужен один час Мне нужно четыре часа Не знаю почему, но вот эта вот ошибка Я практически у всех учеников, которые приходят ко мне С каких-то других курсов, просто самостоятельно, может быть, учили языки Почти все говорят Eine Stunde, vier Stunden И это настолько... Ну, представляете, как вы по-русски скажете Мне нужен один час, мне нужно четыре часа Нет, мне нужно четыре часа И не торопясь, очень важно все вслух произносить Мы говорим каждый день, пока не запомним идеально Ich brauche eine Stunde Ich brauche vier Stunden Возможность Wir haben nur eine Möglichkeit Wir haben viele Möglichkeiten У нас есть только одна возможность У нас есть много возможностей И последнее Es gibt hier nur eine schöne Stadt Es gibt hier viele schöne Städte Здесь есть только один красивый город Здесь есть много красивых городов Итак, вот это первая мысль, которую я хочу до вас донести Еще раз отметим Что намного важнее не учить сами правила Как образуется множественное число в немецком языке А учить это именно в контексте Так как это учат, например, дети Ну, то есть, допустим, в русском языке дети тоже бывают Неправильно образуют какую-то форму существительного Например, множественное число Родители поправляют Дети запоминают И правильно в следующий раз говорят Если вас пока немецкая речь не окружает Мы делаем это искусственным образом Записываем себе подобные примеры На карточке можно Можно делать просто скриншоты на телефоне И проговариваем это обязательно вслух, ежедневно Те слова, например, как, опять же, лес, леса или пальто Которые мы не выучим сразу На уровне А1, А2 Потом, со временем Если вы будете двигаться дальше На уровне B1, B2 Читать тексты, слушать тексты Автоматически все равно доучатся Кроме того, мозг Выучив какой-то несгораемый запас слов Со множественным числом Начинает какие-то свои реакции проводить Свои закономерности И правильно догадываться о новых словах Об образовании их множественного числа То есть это работает на 100% И, конечно же, можно учить и сразу все со множественным числом Но тогда вы и без того сложную задачу Выучить заговорить на немецком языке Усложняете в разы Поэтому мы как бы идем по пути наименьшего сопротивления А теперь обещанные закономерности Прежде я хотел бы вам показать, как пользоваться правильным словарем Здесь мы видим список слов По которому я недавно разбирал все необходимые слова для жизни и общения в Германии Это видео вы можете найти на канале Оно одно из последних И если мы смотрим существительное После запятой у нас стоит черточка и буква Которая символизирует множественное число То есть Если стоит прочерк, значит во множественном числе у нас меняется только артикль Теперь же переходим к обещанным закономерностям Наверное, ради этого вы и включили это видео Итак, начинаем с самых простых и важных моментов Все слова в немецком языке, которые всесуществительны Которые заканчиваются на ER Во множественном числе не меняют свою форму Здесь, в этом конспекте Я даю слова так, как я всегда уже привык давать их своим ученикам С неопределенным артиклем Ein Который символизирует один брат А во множественном числе мы либо подставляем любое числительное Zwei, drei, vier Либо слово viele Здесь я чередую просто для разнообразия Один брат, три брата Ein Bruder, drei Brüder Один учитель, три учителя Кстати, окно – это слово среднего рода Эти два слова – мужского рода И мы видим, что нет смысла как-то учить, что у мужского рода Образование множественного числа проходит таким образом А у женского – таким А у среднего – еще каким-то Мы просто запоминаем именно по окончании Следующая закономерность Существительные, которые оканчиваются на е-эн Или хен Что, в принципе, практически одно и то же Один пирог – много пирогов Ein Kuchen – viele Kuchen Ein Garten – viele Kerten Один сад, много садов И здесь мы видим, что само слово как бы не поменялось Но добавился умляут Умляуты во множественном числе Особенно у тех слов, которые не меняют свою форму Добавляются часто Умляуты, как вы знаете, могут добавляться к буквам А, О и У Соответственно, А умляут, О умляут, У умляут И это будет происходить действительно часто Вот, кстати, в первом примере я забыл также выделить красным Что Bruder, но при этом братья Brüder Но не всегда Потому что, например, пирог Ein Kuchen Во множественном числе умляут не добавляется Viele Kuchen Ein Märchen – одна сказка Viele Märchen – много сказок Третья закономерность Существительная на L Ein Flügel – одно крыло Zwei Flügel – два крыла Ein Vogel – одна птица Zwei Flügel – две птицы Ein Schlüssel – один ключ Zwei Schlüssel – два ключа Итак, первые три группы Очень важный момент Не меняется Именно запоминаем по окончаниям Не меняется множественное число вообще никак И этот момент вам действительно важно запомнить сразу И использовать его в речи Чтобы не тратить лишние силы на изучение множественного числа Дальше будут тоже довольно полезные моменты Итак, существительная оканчивающаяся на E Добавляет всегда N во множественном числе Eine Stunde – один урок Zwei Stunden – два урока Eine Tasche – одна сумка Zwei Taschen – две сумки Существительные на E Об этом вы уже знаете, если смотрели мой урок про артикли В основном женского рода Почти всегда Но есть также и существительные на E Мужского рода Der junge мальчик Когда мы говорим про множественное число Нам не важно, мужской это или женский Абсолютно у всех существительных на E Во множественном числе будет добавляться NK Ein Jünger – zwei Jüngen Существительные, которые оканчиваются на O Это будет всегда или практически всегда Средний род Ein Auto – zwei Autos Они добавляют, как мы видим, Esko Ein Radio – zwei Radios Ein Kino – zwei Kinos И будьте внимательны Kino – это именно кинотеатр Потому что кино, как фильм Это будет der Film Следующая закономерность Существительные женского рода Оканчивающиеся на суффиксы Которые стопроцентно всегда говорят о том Что это существительное именно женского рода Это, кстати, очень хорошая подсказка И у меня есть отдельное видео Где я все суффиксы Здесь я выписал основные А там они все Разбираю, которые вам помогут Быстрее запоминать правильный артикль Смотрим Здесь везде просто будет добавляться EN Eine Möglichkeit – одна возможность Много возможностей Viele Möglichkeiten Eine Freiheit – одна свобода Viele Freiheiten – много свобод Вообще здесь стоит сказать о том Что в основном Вот на эти суффиксы Kite, height и shaft Оканчиваются слова Которые в целом Не часто используются Во множественном числе Например, возьмем Наверняка всем знакомое Freundschaft Freundschaft – это дружба И слово дружба Ни в каком языке И в русском Во множественном Практически не используется Дружбы Как бы эта форма есть В немецком она тоже есть Freundschaft Во множественном числе будет Die Freundschaften Но, в принципе, не так часто Вот опять же Первые три суффикса Будут использоваться вообще Точнее, слова с этими суффиксами Будут использоваться Во множественном числе Наука – die Wissenschaft Eine Wissenschaft – одна наука Viele Wissenschaften – много наук Что касается суффикса ung Это самый популярный суффикс Который символизирует женский род С ним действительно много слов И ни одного исключения Всегда женский род Eine Wohnung – одна квартира Viele Wohnungen – много квартир Zion Eine Nation – одна нация Viele Nationen – много наций Дальше мы подходим К менее очевидным и полезным советам Тем не менее, я решил сделать Очень подробное и полное видео Чтобы вам больше никуда Не приходилось везти А вы всю необходимую информацию Знали из этого видео Поэтому продолжаем Существительные среднего рода Бывают подлиннее И бывают покороче Практически все длинные Существительные среднего рода Всегда будут добавлять е А практически все короткие Среднего рода Будут добавлять е-р Смотрим Одна книга – много книг Одно яй – много яиц Одно слово – много слов Кстати, тут суперинтересный момент У слова – ein Wort В немецком языке Два варианта множественного числа Второй вариант – die Wörter И в чем разница Я рассказывал в отдельном подробном видео Если вам интересно Напишите в комментарии Хочу узнать в чем разница Между Wörter и Wörter И я вам скину прямую ссылку На это видео Кроме того Остановимся здесь на Слове проблем У меня с этим словом Связан памятный случай У меня был ученик Который уже 20 лет жил в Германии И разговаривал отлично То есть у него был диплом С1 Он разговаривал абсолютно свободно Понимал все Что говорят немцы Смотрел сериалы на немецком Но при этом он постоянно Делал какие-то мелкие ошибки Иногда в артиклях А иногда во множественном числе И вот это слово он произносил Всегда как облемен с энкой То есть настолько укоренилось уже Что переучиваться было сложно И я ему говорил то же самое Что говорю вам сейчас Вы не должны думать о правилах О каких-то А вы должны Правильный вариант Медленно произносить Ежедневно артикулировать И ошибки это такие своеобразные Сорняки Которые бывают сильно укоренились И чтобы их вырвать Нам потребуется усилие Как мы это делаем? Записываем Такие вот моменты Если вы еще не знаете вам Легче Выучите сразу правильно Если вы уже выучили неправильно Это занимает чуть более Долгое время Записываем на листочек У меня только одна проблема У меня много проблем Перевод на русский Не обязательно произносить Но вы должны обязательно Понимать, что вы говорите И вот этот листочек Если вы в течение Четырех дней Каждое утро по 15 секунд Будете внимательно Артикулировать, произносить Обязательно вы Переучитесь Потому что Речевой аппарат Будет на автомате говорить Просто потому, что Вы много раз это повторили Следующий момент Существительный на ум Они все будут Среднего рода Те, которые оканчиваются на ум И у них довольно интересная Система образования Множественного числа Во множественном Мы убираем ум Именно убираем Кусок слова получается И вместо ум Добавляем ен Один музей Два музея Одна гимназия Две гимназии Дальше Подходим уже К завершающим моментам Заимствованные Существительные И сокращения Всегда добавляют просто С-ку Это как раз как в английском языке Супер легко Также в немецком Иногда встречаются Квази Заимствованные слова То есть они как будто бы Из английского Но на самом деле В английском Никто их не использует И использует это слово Именно только в немецком языке Хотя Именно выглядит Читается по-английски Мобильник Один мобильник Много мобильников Один грузовик Много грузовиков И последний момент на сегодня Другие случаи Если и верна поговорка Что век живи Век учись То она в первую очередь Наверное относится К немецкому языку И можно постоянно узнавать Что-то новое Действительно Слово Виза В единственном числе Это будет Во множественном числе Много виз На уровне повыше Вам обязательно надо И такие моменты знать Один вирус Много вирусов Актуальное слово На сегодняшний день И вам просто нужно Запомнить И последний момент на сегодня Если вам нужен Конспект к этому уроку Все то, что вы видели На экране И вы хотите это распечатать Вы просто напишите Об этом в комментариях Спасибо за урок Хочу получить конспект И я вам дам прямую ссылку На скачивание Соответственно конспекта Спасибо за просмотр Пока